Всем привет! Добро пожаловать на мой гайд по спидрану Doom Eternal в категории не процент рестрикта. В этой серии я расскажу как нам подготовиться к спидрану, что необходимо скачать, а также расскажу про базовые механики, которыми мы будем пользоваться. Настоятельно рекомендую присоединиться к дискорд серверу по спидранам современных думов. Здесь вы можете найти абсолютно любые гайды, весь софт, все документы, таблицы по этой игре. Ссылку на дискорд сервер я оставлю под этим видео. Для начала нам нужно откатить нашу игру до версии 1.1. Эта версия является самой быстрой для спидрана в данной категории. Если у вас видеокарта от Nvidia, то необходимым будет также откатить драйвера до версии 516.94. Однако, если у вас RTX 40 серия, то к сожалению у вас не получится нормально поиграть на данном патче, из-за того, что данной версии драйверов для 40 серии просто не существует. Если же не откатывать драйвера, то у вас с высокой долей вероятности возникнут проблемы с освещением, игра будет похожа на Doom 3. Однако, вы все еще сможете сыграть на текущем патче, просто этот патч медленнее по сравнению с версией 1.1. Итак, чтобы откатить версии игры до 1.1, мы заходим на дискорд сервер, в канал DAI Resources, и здесь находим вот эту ссылку, downpatcher for Steam Version. Заходим на нее, нас просят установить .NET Desktop Runtime. Мы переходим по этой ссылке, и здесь выбираем вот этот вот досктоп, качаем его. Далее качаем сам downpatcher. После того, как мы скачали downpatcher, разархивируем его. Открываем, и находим вот эту вот программу downpatcher. Перед тем, как запускать программу, нам нужно будет создать папку с названием downpatch files, все большими буквами и между словами подчеркивания. Запускаем программу. Если программа не найдет путь к папке с игрой сама, вы вот так вот выбираете путь к папке. Это я, конечно, вам классно показал, как я нашел путь к файлам с игрой, поэтому показываю вам теперь по-человечески. Кликаем правой кнопкой по игре, посмотреть локальные файлы, и вот ваш путь. Копируете и вставляете программу. И дальше вы выбираете версию 1.1. Здесь вписываем логин, здесь пароль. Далее загорается кнопка start downpatcher. Вы нажимаете на нее, и потом у вас высвечивается окошко с требованием ввести Steam Guard. Не переживайте, это не скам, все нормально. Вы просто вводите Steam Guard из своего мобильного приложения. После этого у вас начинается закачка всех необходимых файлов. Теперь нам нужно скачать вот эту вот утилиту Doom Eternal Speedrunning Utility Death.ru. Пролистываем вниз. Здесь нас просят скачать также .NET, но мы его скачали до этого, поэтому пофигу. Скачаем, обзываем как-нибудь Death.ru. Или просто извлечь. Прошу прощения, у меня уже есть эта папка, но вы поняли. Вот она папка. Открываем. Здесь программка Death.ru. Вы можете создать ярлык, можете так создать ярлык, можете отправить рабочий стол и создать ярлык. Вот так вот я создал ярлык. Все, запускаем программу. И появляется окошко. Что здесь? Давайте начнем с биндов. В игре разрешен макро. Единственный из этой утилиты. Никакой иной не разрешен. Если вы будете использовать какие-либо другие, вас забанят, зареджектят. Вас разлюбят родители. В общем, не надо. Тут уже есть фрискроу макро. Макро апскроу это скрол вверх. Даунскрол это скрол вниз. Дальше. FPS toggle. Это переключение FPS. Мы будем делать различные трюки с переключением FPS. И сразу же создадим три бинда с 100 FPS. 30 и 37. Далее как-нибудь забиндим. Если вдруг в будущем вам понадобится больше биндов, то вы можете нажать на вот эту вот кнопочку. Show more hotkeys. Здесь можете также добавить еще больше биндов. Но на данный момент хватит трех биндов. Далее. Заходим сюда. В этот раздел. Если вы будете использовать макро, вы тыкайте эту галку. Далее вы тыкайте эту галку. И обязательно, чтобы вот эта вот галка была включена. Потому что видите, даже Death.ru сам ругается то, что ваши раны без этой галки будут невалидны. Нажимаем на нее. И здесь у вас по умолчанию будет Enable Firewall Rule. Это правило Браундмауэра. Оно позволяет отключать игру от интернета. Это нужно для того, чтобы во время загрузок у вас игра не подключалась к сети. И не тратила время, кучу-кучу времени на все это. Поэтому мы прожимаем это. Очень важно, когда вы скачали даунпатч и перекинули, вам обязательно нужно будет один раз запустить игру без этого правила. И потом уже можете как угодно жонглировать этими правилами. Включать-вуключать. Далее. Install Midhook. Midhook это такая штука, которая разблокирует кучу полезных консольных команд, которые вам могут понадобиться при различных тренеров. Очень важно, когда вы будете спидранить с таймером, то вам нужно будет отключить Midhook, иначе ваш ран не примут. Я включу. Далее. Здесь есть Max FPS. Enable Max FPS Limit. В игре максимум FPS 250. Выше нельзя, так как куча трюков зависит от FPS. И это введенное ограничение в 250 кадров не позволяет людям с крутыми компьютерами иметь преимущество по сравнению с остальными. Но при этом, если у вас удар забинджен на кнопку E, английскую, на русскую U, то при включении вот этой галки у вас может возникать дабл-клик, когда вы будете подбирать модификацию для своего оружия. Поэтому мой совет, если вы отключаете эту галку, вы заходите в панель управления NVIDIA, далее заходите в параметры 3D, управление параметрами 3D, программные настройки. Здесь вы должны выбрать игру Doom Eternal. Если ее нет, то вы должны ее добавить, находите к ней путь. Как видите, у меня ее нет, поэтому мне нужно ее добавить. И здесь далее ищем максимальную частоту кадров и выбираем 250 FPS. Для спидранов нам понадобится таймер. Мы заходим на сайт lightsplit.org, переходим в раздел Downloads и скачиваем lightsplit по первой ссылке. Далее, после этого, нам нужно будет также скачать сплиты. Мы заходим на speedrun.com Doom Eternal, ресурсы и Doom Eternal subsplits. Вторая ссылка. Также берем и качаем. Также я оставлю ссылку на свой лейаут в описании под этим видео. Так, мы скачали, извлекаем, разархивируем и открываем папочку. Видим программу lightsplit. Можно ее сейчас запустить, либо так вот сдать на ярлык для удобства. В моем лейауте я использую шрифты из Doom, поэтому мы открываем папку с desru, заходим в папку Fonts, выбираем Eternal UI to Bolt и нажимаем кнопку установить. Запускаем и у нас появляется таймер. Теперь мы заходим в Edit Layout, нет, мы заходим в Open Layout from File и открываем наш DE Layout LSL. Также мы нажимаем Open Splits from File и открываем те сплиты, которые мы скачали из ресурса. Теперь мы заходим в Settings настройки и здесь вы можете переназначить любые клавиши на Start, Stop, Reset, Split. Но вам это не нужно будет, потому что автосплиттер, который мы сейчас скачаем и активируем, он будет все делать за вас. Далее мы нажимаем Global Hotkeys, закрываем, правой кнопкой нажимаем Compare Against, выбираем Game Time. Затем заходим в Edit Splits, находим игру Doom Eternal, но она у меня и так уже найдена. И нажать Activate, вот After Splitting and Load Remover are Available, если вы выбрали Doom и у вас появилась вот эта вот надпись, то вы сделали все правильно. Нажимаете Activate и все, у вас активировался автосплиттер. И здесь далее вы заходите в настройки, в Settings и нажимаете вот эту вот галку. Все, теперь у вас готовый таймер. Чтобы сделать его прозрачным, в OBS, правая кнопка мыши, добавить захват окна, выбираем захват окна, выбираем Live Split. Далее заходим в фильтры, добавляем цветовой ключ, выбираем пользовательский цвет, выбрать цвет и нам нужен черный, черный цвет. Все, теперь у вас прозрачный таймер, все по красоте. Теперь давайте запустим игру, но перед этим зайдем в свойства и в параметры запуска пропишем вот эту вот команду. Она позволяет проскипать вступительный ролик, ну и тем самым мы экономим кучу-кучу реального времени. Так, мы запустили игру и видим, что у нас в верхнем правом углу явились индикаторы, версия нашего патча 1.1, то, что у нас включен midhook и всякие различные индикаторы. Теперь перейдем к настройкам самой игры, сейчас я вам покажу все свои настройки и буду отдельно упоминать о тех, которые нужно обязательно включить или выключить. Вот мои настройки здесь. Здесь обязательно включить подсветку Зверского убийства, Glory Kill Highlight. Далее здесь нужно выключить Empower Demons, то есть усиленные демоны. В принципе здесь все, переходим в настройку интерфейса. Здесь у вас по умолчанию, по-моему, будет стоять, ну какое-то там число. Нужно выкрутить до минимума. Время подтверждения здесь вы можете выбирать абсолютно любой для себя стиль. И здесь вот такие вот у меня настройки. Желательно, конечно, чтобы у вас было так же, потому что некоторые элементы интерфейса нельзя скрывать. Далее управление, controls, вот здесь пофигу. Это вот уже точно как бы на ваш вкус и цвет. Сейчас я вам покажу, какие у меня стоят бинды. Мы не можем забиндить на колесико вверх-вниз прыжок через простое меню, как бы вы ни пытались. Поэтому, чтобы это сделать, вы открываете консоль на тильду или на йо, одна и та же кнопка. И прописывайте bint mousewheel down, если это колесико вниз или up, если это колесико вверх, но у меня колесико вниз. И нижнее подчеркивание jump. Все. Далее видео. Здесь будет вот этот вот percent from compute. Я рекомендую его отключить. И вот такие вот у меня настройки графики. Здесь можно выставить, в принципе, почти все на low. Я советую поставить частицы Particles на Ultra Nightmare, чтобы видеть получше спавнивающихся демонов. Это, по-моему, особо не нагружает компьютер. Звук вам нужно сделать так, чтобы ваши звуки в игре были слышимы. Можно выключить музыку, но обязательно, чтобы вот sound effects volume был не нулевой, чтобы было слышно, четко-четко слышно. И далее здесь по настройкам все. Я вам рекомендую создать папку сохранения для того, чтобы можно было тренироваться, делать различные скипы, да и в целом просто тренировать левел. Допустим, я хочу поместить первый слот сейфайл из MarsCore. Что я делаю? Я захожу по этому пути. Program Files. Steam. User Data. Здесь будет ваш ID номер. Ваш Steam. Далее 782330. Remote. И здесь у вас будут сохранения. Game After Save. Это ваше сохранение из основной кампании. 0 это первый слот, 1 это второй слот, 2 это третий слот. Я уже сохранил себе сейф файлы. Допустим, у меня есть MarsCore. Также можете просто создать какую-нибудь папку, перетащить вот этот вот сейф файл. Точнее скопировать. Что я делаю? Здесь я удаляю автосейф 0. Здесь я копирую. Очень важно отметить то, что вам нужно иметь сейф файл уже в игре. Точнее слот под сейф файл уже с игрой, чтобы его менять. Иначе ничего не получится. Если у вас будет пусто, и вы просто закините вот этот вот сейф файл, то ничего не выйдет. Ничего не сработает. Так, вот я перекину. Теперь далее заходим в игру. И вот видим, что у нас появился MarsCore в этом слоте. И мы можем теперь попрактичить MarsCore. Теперь поговорим о консольных командах, которые могут быть полезны при тренировке. Первая такая команда это NoClip. Вы перемещаетесь сквозь стены, любые препятствия по воздуху. Вот, у меня стоит бинт на F3. Просто я нажимаю NoClip и летаю. Дальше, чтобы изменить скорость NoClip, мы прописываем PM NoClip Speed. И здесь пишется. Если ничего не вписать, то вам пропишется дефолтное значение. Но мы можем поменять его. Скажем 100. И мы будем летать быстрее. Если поставим 500, будем летать еще быстрее. Если поставим 5, будем очень-очень медленно лететь. Также есть команда NoTarget. Вот меня сейчас атакуют мобы. Но если я пропишу на Таргет, то они будут равнодушны ко мне. Далее, G. Пермо. Гот. Молд. По умолчанию 0. Выключен. Если нажмем единичку, то мы становимся бессмертными. Далее, G. Инфинит. Эмо. Эмо. Это бесконечный патрон. Далее, Weapon Auto Full Charge. Позволяет мгновенно заряжать Hit Blast на Plasma Gun. Следующая команда это PM Allow Infinite Double Jumps. Очень полезная команда для тех, кому нужно проверить границы какой-нибудь невидимой стены. Вот, допустим, я летаю сейчас и вижу, что здесь находится невидимая стена. Далее, GIF. Можно прописать GIF Armor. GIF Armor выдаст нам armor. GIF Health выдаст нам здоровье. И GIF ему выдаст нам патроны. Далее, Crispy. Позволяет спаунить различные сущности, такие как мобы, любые подбираемые предметы и так далее. Сейчас мы заспауним импа. Можно также заспаунить себе тирана. Также есть команда Kill AI. Она убивает всех врагов. Теперь я вам расскажу, как сделать себе быстрое перемещение в точку. У меня стоят бинды на F5 и F6. И вот такую вот строку внутри кавычек вам нужно будет прописать. То есть вы прописываете бинт, любая ваша там кнопка, там K и пофигу. У меня стоит F5. И далее вы вот это вот прописываете в кавычках. Это как сохранить позицию. Теперь, как вернуться к сохраненной точке, вы также прописываете бинт, кнопку и вот эту вот строку в кавычках. И у меня по нажатию F5 я сохраняю позицию, скажем, вот тут вот. И нажимаю F6. Возвращаюсь. Сейчас я вам расскажу про правила категории Restricted. Также вкратце расскажу, что такое Out of Bounds. С правилами можно ознакомиться на Speedruncom. Тут перечислены все жесткие гличи, которые нельзя использовать. Zip. Если дешнуть в определенной точке, обычно это какой-нибудь край, то вас запустит с космической скоростью вниз. И в зависимости от геометрии уровня, там еще каких-либо других факторов, вы можете себя отправить вперед, вверх и тому подобное. Раннеры Unrestricted жестко обузят этот глич. И таким образом проскипывают почти весь лаву с помощью него. Railboost. В игре вы можете хвататься за всякие уступы, но если вы достаточно высоко находитесь, чтобы схватиться, и при этом находитесь достаточно низко, чтобы твердо встать на поверхность, то игра вас как бы подтолкнет, чтобы вы могли встать на эту поверхность. Это называется foot grab. Дословно, как бы хватание ногами. И есть некоторые места, где вместо того, чтобы вас переместить на поверхность, вас просто отправляют в стратосферу. С высокой долей вероятности вы не столкнетесь с этим в спидранах. Jowl Speed тоже очень редко случается. Вкратце, если задеть два Death Plane, то есть Death Trigger, то у вас будет большая скорость передвижения, как будто вы в No Clip. Про этот глич можете не париться. А DK Fade Glitch тоже можете не париться, он не работает. Бесконечные гарнила. Вот тут вот нужно сказать, да. Если вы свапните мод, свапнитесь на гарнила, и затем еще раз свапните мод во время анимации убирания оружия, то у вас сработает этот глич, и вы будете с бесконечным гарнилом. Rapid Plasma Rifle. Если вы забиндите фрискроу на выстрел и будете стрелять из плазмогана, то у вас будет нереально быстро стрелять этот плазмоган, поэтому биндить фрискроу макро на выстрел не рекомендую. Energy Shield Bulldozer не работает на 1.1. Vintibility Glitch тоже не работает на 1.1. Slow Boosting тоже не работает. Теперь давайте поговорим про Out of Bounds. В общем, Out of Bounds, или ООБ сокращенно, это пространство за пределами предполагаемой игровой зоны. Эта зона, она определяется на основе каких-либо объективных или субъективных факторов, таких как геометрия уровня, текстуры и возможность попасть в зону с помощью базового момента, базового передвижения. Область над и под ООБ тоже считается за ООБ. Допустим, вот тут вот, это Out of Bounds, и я нахожусь сейчас над Out of Bounds, это тоже считается за Out of Bounds. Также вы не можете попасть сюда базовым мулментом, вот, на этот мост, и поэтому это также считается за Out of Bounds. Однако, я попозже перейду к этому. Есть всякие различные исключения, вот, допустим, вот, если вы зацепитесь здесь, и перейдете вот сюда, вот через конкретно вот это вот место, вот это вот Out of Bounds, а вот это вот уже не Out of Bounds, то есть вам не дадут по голове за то, что вы триггерите дисплейн здесь. ООБ, которая впоследствии становится предполагаемой игровой зоной, не является ООБ, и вот такой пример, это невидимая стена, не только эта невидимая стена, любая невидимая стена, которая диспаунится впоследствии, и также всякие дисплейны, которые пропадают или появляются, по ходу дела. Допустим, если я сейчас затриггерю этот вот файт, у меня появится невидимая стена, однако, если вы перелетите через нее, то это не считается за Out of Bounds. Однако, проходить сквозь, вообще, что угодно, сквозь, тоже запрещено, но также есть одно буквально исключение из правил. Я настоятельно рекомендую, во-первых, посмотреть раны, и посмотреть, что люди делают, где они ходят. Опять же, есть документ, где рассказывается все подробное, и показываются всякие различные частные случаи, не только частные случаи, обычные случаи. В этой категории нужно быть предельно аккуратным с Out of Bounds. О всех механиках передвижения в этой игре вы можете ознакомиться в туториал-плейлисте от Дрейк Фоуза. Я оставлю ссылку на эти туториалы под описанием к этому видео. Для них доступны русские субтитры, так что, я думаю, вам будет несложно разобраться. Однако, на момент записи данного гайда все еще нет туториала по мидхуку, по крюку от Супердробовика, и о баллиста в устах. Если же туториал уже доступен, то советую посмотреть его, так как он, скорее всего, даст больше понимания, нежели то, что я вам сейчас буду объяснять. Начнем с баллиста в устах. У баллиста существует отдача, которую мы будем использовать для разгона. Нам нужно разогнаться на земле, прыгнуть, отпустить кнопку движения, повернуться на 180 градусов от направления движения, выстрелить, повернуться на 180 градусов обратно по направлению движения, и нажать кнопку направления. Сейчас я вам покажу. Вот так. Теперь покажу, как делать гид-хукинг, то есть трюк с крюком. При помощи крюка можно приобретать колоссальную скорость и преодолевать большие расстояния. Чтобы выполнить это, необходимо во время полета на крюке нажать кнопку стрейфа в ту сторону, куда вы собираетесь лететь. При этом вам не нужно крутить камеры, чтобы заранее начать смотреть в сторону, куда вы летите. В противном случае вы можете потерять скорость. Чтобы прервать полет на крюке и вылететь в том месте и в том направлении, куда вам надо, вам нужно просто поменять оружие. Также, если разогнаться на крюке в состоянии замедления, например, с помощью колеса оружия, то ваша скорость становится в разы больше, что позволит вам вытворять вот такое. Помимо движения на крюке по горизонтали, можно также подниматься вверх. Для этого нужно притянуться и после этого прыгнуть. Таким образом, можно прыгнуть два раза, притянуться и прыгнуть еще два раза. Теперь поговорим о основных механиках, связанных с оружием. Викс ваппинг. Это просто слаб оружия. Обычно используется Precision Bolt, мод на автомате. В паре с какой-нибудь другой пушкой, например, Супер Дробовик, Ракетница или Баллиста. Все потому, что у автомата самая быстрая анимация смены. Для простого квиксвапа я делаю фаззум, быстро нажимая ПКМ и ЛКМ. Сначала ПКМ, потом ЛКМ. Не отжимая левую кнопку, меняя оружие и после выстрела отжимаю левую кнопку, переключаюсь на автомат и повторяю всю последовательность. Еще раз. Я делаю фаззум, затем я свапаюсь, при этом у меня зажата кнопка выстрела. Далее отпускаю, свапаюсь на автомат и повторяю все это действие. Панч канцелинг. Это когда вы выстреливаете из оружия, делаете панч, нажимаете на кнопку того же самого оружия и после этого вы снова сможете стрелять из него. Сейчас я вам покажу это на автомате. Вот такая вот у него задержка перед выстрелами, что долго. Но если мы будем использовать панч канцелинг, то мы будем стрелять очень быстро. То же самое можно и проделать и с баллистой. Хитбласт. Если зарядить хитбласт, модификацию на плазменной пушке, выстрелить не менее 8 раз, с зажатой левой кнопкой свапнуться на автомат, и сразу после этого нажать правую кнопку, то ваш хитбласт надамажит несколько раз. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот я настреливаю. Вот я настрелял уже минимум 8 выстрелов. Нажимаю кнопку выбора автомата. После этого я сразу же тыкаю ПКМ и у вас срабатывает хитбласт. Давайте еще раз. Мне кажется, не получилось. Это необязательно делать с полностью заряженным хитбластом. Можно 1 третья заряда, 2 третья и полный заряд использовать. Хитбласт может надамажить в 2-4 раза больше обычного. Этот множитель зависит от исполнения и от того, прокачан ли у вас хотсвапер. Это модификация в бронекостюме. Называется горячая замена, но английский вариант это хотсвапер. Так как без него анимация сменно медленнее и, соответственно, больше раз может прокнуть урон. Поэтому мы по ходу игры после прокачки хотсвапера не будем делать хитбласт. Сайлор локонберст, или сокращенно слоп. Это техника, позволяющая быстро навестись самонаводкой ракетницы после выстрела из автомата и последующего выстрела из ракетницы. Для этого вам нужно сделать квиксвап с пресижен болта на ракетницу, как я показывал до этого, и после выстрела из ракетницы быстро отжать левую кнопку и нажать правую кнопку. Как-то вот так. Давайте еще раз покажу. Вот так. Криты от стики бомб. Криты наносят больше урона, чем обычные выстрелы. При попадании липкой бомбы по слабому месту ваша бомба загорится синим цветом. Если я попаду в тело, то будет обычный желто-оранжево-красный цвет. Но если я попаду в голову, то моя стики бомба загорится синим цветом. Очень важно отметить, если вы выстрелили, кританули, и не дождавшись взрыва стики бомбы выстрелить из чего-либо, то крит не засчитается. Поэтому вам стоит подождать взрыва с критом, и только после этого можно продолжить стрелять. Допустим, если я сначала выстрелю в турель пауку, а затем в тело, то первый выстрел, который является критом, он не засчитается, и турель просто не сломается. Поэтому вам нужно подождать, когда взорвется этот крит, и после этого можете продолжать стрелять дальше из дробовика. Еще одна минорная, но приятная техника. После выстрела из БФГ вы долгое время не сможете свапнуться на другую пушку. Но если после выстрела достать пенсопилу, то вы сократите эту задержку и сможете дальше свапаться на что-либо другое. Последняя на сегодня механика это двойной Destroyer Blade. Нам нужна та пушка, у которой есть сразу две модификации, при этом перед совершением двойного выстрела должен быть установлен правый мод. Правый мод в смысле в колесе. В моем случае это ракетница, на которой стоит самонаводка. Если я заряжу деблейд, зажму кнопку колеса оружия и до того, как колесо появилось, выстрелю, а затем в колесе оружия выберу другое и поменяю на нем мод, то я выпущу еще один деблейд. Причем все это время нужно удерживать правую кнопку мыши. Сейчас я вам продемонстрирую. Я зарядил деблейд. Сейчас я нажму кнопку выбора кнопку колеса оружия и перед тем, как оно у меня появится на экране, я выстрелю, поменяю оружие на ракетницу и слапну на нем мод. Слапнуть мод на выбираемом оружии нужно, пока проигрывается анимация от дачи баллисты. Но так как она достаточно долгая, особенно с открытым колесом, то у вас будет очень много времени, чтобы среагировать. Есть время покурить, посрать, чай попить, родить сына. Ну вы поняли. То, как я сейчас описал, как работает эта механика, подходит для этой категории. Но в действительности там есть некоторые нюансы, про них также написано в документе в ресурсах. Теперь вы знаете, достаточно, чтобы начать спидранить Doom Eternal. Увидимся в следующих видео. Продолжение следует...